Всем привет! Меня зовут Катя Сушкова, и это мой канал о Швейцарии. В этом видео мы отправимся в городок под названием Грюер, покажу вам самые красивые места, расскажу, что обязательно стоит посетить и где попробовать самый вкусный фондю. Итак, начнем с того, что замок Грюер находится в кантоне Фрибору, в маленьком живописном городке, который так и называется Грюер. Этот регион заменит не только своим средневековым замком, но и одноименным сыром, что делает регион особенно привлекательным среди миллионов туристов. От Женевы до Грюера примерно 120 километров, поэтому поездка займет примерно полтора часа. Дорога очень живописная, по пути не раз увидите горы, озера и, естественно, швейцарских коров. У подножия замка есть две парковки, обе достаточно недорогие и безопасные. После того, как припаркуетесь, нужно будет подняться до замка, это займет примерно 10-15 минут. Дорога будет очень живописная, такая средневековая, историческая, и будут открываться просто потрясающие виды на Альпы. Я, кстати, к слову, не раз там останавливалась, делала фотографии. Такое прям ощущение швейцарской сказки. Если же вы захотите ехать на поезде, это тоже можно сделать, правда, это не так просто. От Женевы надо будет доехать до Лозанны, потом сделать пересадку и доехать до городка Бюль. В Бюле можно пересесть на местный поезд до станции Грюер. И по прибытии на станцию надо будет пройти где-то 10-15 минут. Я предполагаю, что общая длительность поездки будет около полу... нет, наверное, даже 2-2,5 часа. Это, кстати, мое уже второе посещение замка Грюер. И в этот раз мне гораздо больше повезло с погодой, потому что в первый раз было пасмурно, шел дождик. И было очень облачно, из-за чего можно было плохо рассмотреть вообще пейзажи, горы со смотровой площадки. Однако в этот раз нам повезло гораздо больше. В первой половине дня было немного пасмурно, но все равно ясно, все равно было видно горы. А во второй половине дня уже вышло солнце, и можно было полноценно рассмотреть все красоты региона Грюер. Вообще, если вам нравится вся эта тема Средневековья, читать о сражениях того времени и погружаться в историю, замок Грюер – это лучшее место, которое буквально за пару секунд отправит вас в атмосферу XIII века. Именно тогда на этом самом холме был построен замок, с которого открываются виды на Альпы и зеленые луга с пасущимися коровами, прям как из рекламы Милка. Сам замок выглядит как что-то из сказки просто. Массивные стены, старинные башни, просторные залы, где когда-то жили графы. Их придворные. Сегодня внутри замка можно прогуляться по комнатам, в которых сохранились старинные фрески, гобелены и мебель того времени. Особенного внимания заслуживает коллекция средневекового оружия, которая напоминает о временах рыцарей. Каждый зал рассказывает свою историю, а прогуливаясь по ним, можно буквально почувствовать дух того времени. Замка Замка Здесь можно увидеть работы Ханса Рудольфа Гигера, известного своими мрачными, но захватывающими образами, которые использовались в фильме «Чужой». Рядом с замком есть музей, посвященный его творчеству, а также бар, оформленный в тематике «Чужого». Мы однажды заходили туда выпить Глинтвейна, и несмотря на то, что цены чуть выше обычного, посетить бар однозначно стоит. Даже не знаю, существует ли вообще такое место где-то еще в мире, да еще и на территории средневекового замка. Замок окружен небольшим уютным городком, где можно побродить по старинным улочкам, накупить сувениров и заглянуть в традиционные рестораны. Здесь вам предложат вкусные блюда швейцарской кухни, фондю и раклет, в которых главную роль, конечно же, играет сыр. Кстати, если вы хотите попробовать качественный и недорогой фондю, я лично рекомендую вам посетить ресторан на территории сырной фабрики. Он находится на подъезде к замку. Кстати, там же прямо перед обедом можно посетить небольшой завод, а потом пообедать в самом ресторане. К слову, фондю бывает разных видов, но лично я из своего опыта рекомендую сильно не заморачиваться, не выбирать там какие-то дополнительно креветки, мясо, которое можно макать в сыр. Возьмите просто классический фондю отдельно с хлебом и вареной картошкой. Это самая лучшая, самая вкусная, самая простая комбинация. Вы наверняка слышали про Грюер и знаете, что это очень известная марка швейцарского сыра. Собственно, вот в этом самом регионе его и производят, поэтому практически каждый ресторан, в который вы отправитесь, будет подавать фондю или раклет с сыром Грюер. Мы за день до этого уже ели фондю, поэтому в этот раз нам его не хотелось. Решили выбрать тоже не менее известное, не менее такое традиционное швейцарское блюдо, оно называется рёсти. Рёсти это по сути такое историческое деревенское блюдо, которое испокон веков готовили швейцарцы. Оно состоит из тертой жареной картошки, потом туда добавляют бекон, сыр и сверху яйцо. На самом деле блюдо очень простое, поэтому не падайте сейчас в обморок. Стоит оно практически 30 евро. Именно то блюдо, которое можно приготовить дома за 5 минут из минимума ингредиентов, стоит вот так много, потому что, ну, собственно, традиции швейцарские, плюс ещё место такое, как бы. Поэтому такие цены. Ну и, в принципе, вы знаете, что Швейцария как бы не самая дешёвая страна. После обеда мы уже решили направляться к парковке. Как вдруг неожиданно сбылась моя давняя мечта. На выходе из замка мы увидели, как на площади стояли музыканты швейцарские и дули в альпийский рок. Альпийский рок – это такой музыкальный инструмент, традиционный швейцарский, который делается из дерева, из пихты, если я не ошибаюсь, и может достигать до 5 метров в длину. Музыканты, как правило, наряжаются в традиционные платья и играют музыку на фестивалях и в значимые для страны даты. В общем, я была в полном восторге. Наконец-таки моя мечта сбылась. На этом приятном сюрпризе наша экскурсия по замку подошла к концу, однако в этот день мы также отправились в замок Шоколада, который я вам обязательно покажу уже в следующем видео. Надеюсь, вы получили огромное удовольствие от средневековой атмосферы и швейцарского колорита. Я в свою очередь приглашаю вас подписаться на мой инстаграм-аккаунт, в котором я активнее публикую какие-то посты и короткие видео. И напоминаю, что как специалист по эмиграции провожу частные консультации как по Швейцарии, так и по Испании, в которой прожила более 13 лет. Чтобы записаться ко мне на консультацию, достаточно просто перейти по ссылке под этим видео. А на этом у меня все, друзья. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. И увидимся в новом ролике. Пока-пока!